Приветствую вас, аноним, точнее, Юля. Смотрите, ну, во-первых, помочь вам можно разобраться, сделать это наиболее полно, возможно, в формате психотерапии, психотерапевтической беседы, психологического концертирования, но никак не в формате ответа на вопрос, потому что вы очень мало информации о себе предоставили. То есть, что по сути вы пишете? Вы пишете, что вот я сталкиваюсь с агрессивным, неадекватным поведением людей в реальной жизни и в интернете. Я сталкиваюсь с пошлым поведением по отношению ко мне мужчин. Я ранимая и слабая. Не могу практически за себя постоять. Пишите, вы и люди это чувствуют. Вот, в принципе, и всё. Что такое ранимое? Что такое слабое? Что в важном понимании значит постоять за себя? Не понятно. То есть, что вы вкладываете в это понять? Ранимое и слабое. Ну, слабое, так все люди. Слабое. Ранимое, ну, каждый из нас что-то задевает в той или иной степени. Но это процесс. Это процесс. Состояние состояние. То есть, если вас что-то задевает, то это означает, что с этим нужно что-то делать. Не обижаться и ждать, когда человек, например, изменится и поменяет свое поведение. Я сейчас не говорю про вас. Я сейчас не говорю про вас. А именно делать что-то, чтобы это перестало задевать. Ранимое, это процесс в норме. Если у вас ранимое, это не процесс. А состояние, если это статус, то, да, это может быть проблемой серьезной. Понимаете, слабость вот в том понимании, в каком вы ее здесь представили. Не могу за себя постоять. Ранимое. Вызывает у людей неприязнь по той простой причине, что они боятся, что они такие же. То есть, в отличие от вас, у людей получилось спрятать эти сомнения глубже. А вы им напоминаете. И, соответственно, это вызывает агрессию и желание вас еще больше унизить. То есть, когда люди унижают других людей, они таким образом увеличивают разрыв. между собой и тем, кого унижают. То есть, я не такой, как ты. То есть, человек боится, боится, что он почувствует, что он такой же, как вы, например. Да, это работа с самооценкой, это работа с личными границами для вас. Это работа с личностным ростом, с самореализацией. Вот. Возможно, с чувством стыда. Дальше. Дальше. Что касается, значит, становиться объектом троллинга, особенно со стороны мужского пола, особенно связанного с почными темами. Ну, это может быть связано только с одним, в принципе, с вашим женским поведением, которое мужчина может казаться высокомерным. Ну, вот. И несоответствующим, то есть, реальной вашей ценности. Которую вы просто не способны показать из-за того, что вы стыдитесь, не способны раскрыться. С другой стороны, некая ваша податливость, и с третьей стороны, по-видимому, некую значимость послых тем. То есть, некую значимость интимных, эм, так сказать, взаимодействий. Ну, это может быть связано с тем, что вы сексуально неудовлетворены, или что-то еще. Но, суть заключается именно в... Такая, получается, адская смесь. Вот, конечно, с вами нужно пообщаться. Конечно. Есть у меня такое ощущение, что позволяете вы себе то, что другие люди позволить себе не могут, что и вызывают неприятные. Но самое, что, что важно, это то, что вы стыдитесь, вы стыдитесь того, какая вы. И люди вам, люди вам это просто отражают. Это понятно, что троллинг, он может быть с любым человеком, особенно в интернете, особенно в российском комьюнити. Вот. Но на постоянной основе, это уже определенное, ну, определенное значимость, определенное отношение имеет. Дальше. Вы говорите про интернет и про форумы. Какое для вас это имеет значение? То есть, есть ощущение, что в реальном мире вы сейчас будете себя неловко и пытаетесь комментировать это в интернете. Что, как бы, тоже может быть определенной сложностью для вас. И нежелание, нежеланием признавать свой опыт. Ну, вот, опыт. Как таковый. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится и вы сможете, наверное, найти для себя возможность заняться собой и психотерапией. Удачи. 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 Удачи.